ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК Знаете ли вы, что Россия в начале 90-х годов полностью прекратила, как это делал Советский Союз, полеты нашей стратегической авиации в отдаленных районах патрулирования? Мы полностью прекратили. А американские самолеты, стратегические, с ядерным оружием продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? И мы не летали и не летали, не летали и не летали из года в год. И вот только пару лет, тройку назад возобновили эти полеты. Это кто провоцирует? Мы что ли? Значит, у нас две базы практически только за границей. И то на террористически опасных направлениях. В Киргизии после того, как туда зашли боевики из Афганистана по просьбе киргизских властей, тогда Акаева президента. И в Таджикистане, тоже на границе с Афганистаном. Думаю, что и вы заинтересованы в том, чтобы там было все спокойно. И это обоснованно, понятно и ясно. Американские базы по всему земному шару. И вы хотите сказать, что мы ведем себя агрессивно? Ну, здравый смысл-то есть или нет? В Европе что делают американские вооруженные силы, в том числе тактическое ядерное оружие? Чего там делают? Слушайте, у нас бюджет Министерства обороны на следующий год, он вырос. Но он в долларом эквиваленте где-то, ну, чтобы мне не ошибиться, 50 миллиардов примерно. А бюджет Пентагона почти в 10 раз больше. 575 миллиардов, по-моему, утвердил Конгресс. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Ну, здравый смысл-то есть или нет? Мы что ли свои вооруженные силы выдвигаем границам Соединенных Штатов, либо других государств? Базы кто двигает нам НАТО? Военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет вообще никакого. Всегда в ответ только одно. Не ваше дело. Каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности. Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено? Ну и, наконец, я уже говорил об этом и в послании. Систему противоракетной обороны. Кто вышел в одностороннем порядке из договора, который, безусловно, являлся одним из кроеугольных камней всей системы международной безопасности? Мы что ли? Нет. Это сделали Штаты, в одностороннем порядке вышли, создают угрозы для нас, разворачивают эти элементы стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Европе, и в Румынии, и в Польше, прямо возле нас. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Вопрос, хотим ли мы равноправных отношений. Да, хотим. Но, безусловно, уважение наших национальных интересов. И в сфере безопасности, и в сфере экономики. Мы 19 или сколько там лет вели переговоры по приседанию КВТО. Пошли на очень многие компромиссы. И всегда исходили из того, что эти договоренности являются железобетонными. Потом, сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса. Я уже об этом говорил много раз. И считаю, что наши партнеры Запада неправы. Но сейчас оставим это. Но мы вошли в приседание КВТО. Там есть правила. В нарушении всех этих правил, и в нарушении норм международного права и устава Организации Объединенных Насов, в отношении российской экономики введены санкции. В одностороннем порядке, абсолютно неправовым способом. Мы не правы опять. Мы хотим развивать нормальные отношения и в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом. Мы будем работать вместе по нераспространению ядерного оружия. Мы будем вместе работать над такими угрозами, как распространение наркотиков, организованной преступности, распространение инфекционных заболеваний тяжелых, в том числе Эбола. Мы будем это все вместе делать. В том числе будем работать и в экономической сфере. Если этого хотят наши партнеры. Субтитры создавал DimaTorzok